Всем хай! Приветики-приветики! Блин, сегодня будет, конечно, очень такое, знаете, не то чтобы необычное видео, сегодня будет очень, наверное, важное видео, потому что сегодня мы пошли проверять макияж не просто в каком-нибудь салоне, а к моим подписчикам! Сейчас еду на проверку макияжа к своей подписчице. Блин, я очень надеюсь, что она обрадуется. То есть, я очень хочу обрадовать человеку. Очень люблю. Заранее отвечаю на вопрос, по какому принципу я выбирала, кому из подписчиков я поеду, просто по принципу того, кто написал раньше. Поэтому первая девушка, к которой я приехала, написала мне самая первая, а ребята, к которым я отправлюсь вместе с Лианой, написали вторые. И, собственно, так мы и выбирали. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм и на другие социальные сети, если вы понимаете, о чем я. И тоже давайте я к вам приду, потому что почему бы и нет. Вы же у меня классные такие. Аааа! Я пьюсь! Приветики-приветики-приветики! Приветики-привет! И у нас два-то девчонка! Всем привет! Халенькая! Очень красивая! Такая у меня тема, как у тебя. Капец, я не верю. Да ладно, Лианой, Лианой! Нет, я не верю, я не верю. Еще раз. Привет! Хай-хай-хай! Люсь, она просто так же шокий, рада, как она. Так. Все, супер! Нормально сняли? Кису нормально мои, сняли кису мою! Почему кошечка такая милая? Кто его гладит, он готов уйти сразу. Что происходит? Реально? Да. Как ты его вот так воспитала? Или это она? Это он. Как ты его вот так воспитала? Подобрала на улице, дала любовь и ласку, нежность. Поэтому он, наверное, готов дарить ее всем. Дитя! Всем добрым людям. Дитя, ты почему такое ласковое? Знаете, такое вот странное, наверное, немножко ощущение, когда приходишь к кому-то, с кем-то лично не знакомым, ты знаешь, что человек тебя долго смотрит, что он, скорее всего, все о тебе знает, что он к тебе уже относится к какому-то близкому, там, не знаю, другу, да, в какой-то даже мере. Ты приходишь, и для тебя ты этот человек новый, то есть, да, ты изначально его уже любишь, потому что ты подписчик, ты понимаешь, что ты с ним на одном вайбе. Но все равно такой небольшой момент, или, привет, что делать, а сколько говорить? А типа, а как не разочаровать? А достаточно ли я там нормально выгляжу? Нормально ли я всем говорю? Ой, а нормально ли то, что снимаешь? Это будет очень интересно и круто, потому что образы, которые мы, конечно, выбрали, и визажистов, которых мы выбрали в среде числа тех, которые у меня подписаны, это очень весело, особенно, наверное, будет для Лианы, экспириенс супер незабываемый. Потому что это не просто макияж, мы не выбрали, типа, просто макияж, какой-то на вечер, пойдем сделаем макияж на вечер. Нет, буквально лист такая мне пишет, Лиан, мы в четверх с тобой, пойдем делать косвей макияж. Ты можешь? Я такая, да, конечно, могу. Косплей макияж. Мне никогда в жизни не делали косплей макияж. И мне очень интересно, что получится, потому что... С погружением. Потому что с погружением, да. В общем, я пришла на пролётку салона, а вот мой, это за жизнь... У меня только на 0,5 вы вместе помещаетесь. Ничего страшного. Можно я тоже какие-нибудь варь? Водим для тебя, столица. Всё, вот, так выбрали меня. Теперь я чувствую себя в своей тарелке. Они были колоссальными встанами. У нас была концепция сделать макияж под монстр хай, но при этом в стиле драк монстр хай. Лиане подобрали образ лагуны. Лагуны блю. Ребята заранее очень сильно задачились, они накупили там целую кучу аксессуаров, они купили мочке. Да, сами его покрасили. Да, уложили. То есть буквально цвет лагуны, он как цвет лисиных волос, и они сделали в этом парик блонке, они сделали пряди такие нежно-голубые, сами мелками. Ребята, милашки, что-то нам даже купили. Да, для образов. Купили серёжки для образов. Всё для тебя. Всё для тебя. Всё для тебя. Это ногти? А это ногти для Леры. Для Леры, прикольно. Что сказала ты? Это пейпы специальные для век. Прикольно, вы такие видели когда-нибудь? Я первый раз вижу такие штуки. А покажи свои ногти. Смотрите, у меня короткие ногти на фоне. Боже, я на этом фоне просто... Егора. Да. Но ты покажи другую руку. Что ты припятняешься? Для удобства, да? Для удобства, да. Фига. Это рисунок же, да? Это наклейка? Да. Круто. Сасагио, сосагио, ла-ла-ла-ла, сосагио. Извините. Вообще, на самом деле, мы хотели в образах встретить и... И там с тортиком. Ой, Глина же смотрится. В общем, вот такой прикольный тортик мы взяли. Интересно. Поздравитесь с днём, что мы к вам приехали. Да. День, день, день самого годного трэш-салона. Боже мой. Выгляжу как мой ребёнок, а не наоборот. Ну... Ну, сьюс тортик нам принесли в честь Дня знакомства. Я нахожусь. Так, на меня подписано очень много бизажистов. Выбрать было действительно очень трудно. Поэтому я решила выбрать двух разных ребят. И здесь случился один рофл прикол. Значит, одна из бизажисток, к которой я пошла, это девушка, которая делает яркие макияжи, но при этом она реально профессиональная бизажистка. Она делает цивил образы, в которые я пошла, потому что мне очень понравилось. Запрещённый фотоальбом. Вы знаете, есть какой-то стиль, был очень прикольный, я подумала, пойти туда. В то же самое время мне написали два косплея-визажиста. Вы, может быть, даже их видели в ТикТоке. Это мои давние подписчики. Они миллион видео снимали под мой трек, когда он вышел, когда мне все говорили, они снимали. Поэтому как бы к ним я тоже не могла не пойти, потому что это вопрос вообще чести. Классно, что пригласили. Особенно, что Лиану нужно посетить в косплее макияж. Был, поэтому выбор был такой. Про мою визажистку. Я еду, короче, к ней домой, она принимает меня у себя дома. Там у меня тут рядом домашние животные. Проходим к ней в комнату. Комната меня, конечно, наверное, поразила очень сильно. Девушка очень сильно любит сиреневый цвет. О, круто. Да, у нее вся комната выполнена в сиреневом стиле. Здесь моя домашняя студия. Я принимаю своих клиентов, творю. Здесь старый был шкаф. Мы эту квартиру снимаем. У нас сейчас моя маленькая однокомнатная. Эту квартиру снимаем. Вот здесь был старый-старый шкаф. Коричневого такого дедушкиного цвета. Ну, как вот эти грязные стороны. Поняла. Я, короче, все сделала в своем сиреневом. Посмотрите, все в сиреневом. Да, я попросила у хозяйки разрешение все перекрасить. А, разрешила. Да, все разрешила. Получилось очень здорово. А может, давай еще выпустим? А мне вообще не погнуешь. Давай. Антон, она так рада, что я. У меня это у самой, но она там брала все время. Блин, очень прикольно. То, что здесь все в одном стиле. И то, что здесь в сиреневом. Это вольфиум, да, цвет, естественно? Ну, это еще привязанная. Так, никнейм у ежевика. Ну, типа, вот, это ежевика у нас. Да. Вот, поэтому я здесь все в этом цвете. Вот, верю в мечты. Везде это все вот обставляю. Что мечты сбываются там, где в них верят. Я верю. Вот, вот, если бы не верила, наверное... Я, я, я в прошлом подумала, я не знаю, я смущаюсь с вольфиумом. Привет, дитя. Кстати, вы похожи такие. Правда? То есть, она ее перекрасила. У нее куча, знаешь, каких-то там кукол, которые в сиреневых одеждах находятся. То есть, нет, это не как ты попадаешь в дурдом сиреневого цвета. Это достаточно стильно и прикольно выглядит. И мне очень понравилось, да. Вот, напрягался, предложила мне сразу чайку. Ой, там, зефирки, мандаринки, все, что хочешь. Я сажусь, у нее куча оборудования, потому что она красит. Когда клиент, естественно, там, чтобы сразу они могли сделать все классные фоточки, там, то, после. Ну, тебе реально тут вообще целая студия? То есть, можно сделать макияж, реально там, пофоткаться, поснимать? То есть, ты прям... Я девочкам всегда делаю категорию. И я не делаю просто макияж. Я всем абсолютно клиентам, там, обучен, даже с соседнего подлец. Я тут приходил, я делаю вау фотки, даже в обработке. Блин, класс. Есть три. И они, как всегда, как правило, потом меняют это вот так, постоянно. Здорово. Да, я еще и даже пишу иногда, а меня даже вот так. Короче, сажусь. Копец, ты очень милая. Я тебе тоже хочу сделать комнату в каком-нибудь свете. В комнату в своем, чтобы с тобой не остались. Да, да, очень круто. Я же, что-то ни у кого такого не видел. Классно. А потом ежевика сделала мне вот такой вот классный подарок. У меня есть такой сертификат, который сделан с любовью. Их всего лишь пять штучек. Это на преображение полностью от меня. Может быть, когда-нибудь ты захочешь еще раз меня навестить. Хорошо. И вот это будет просто как памятка такая. Вау, спасибо большое. Слушай. Я подумала, что можно этот сертификат дать Лиане и посмотреть, как ей сделают макияж. Если вам нравится эта идея, ну, напишите. Потому что мне кажется, было прикольно, что Лиан тоже сгонял в ежевике и проверил ее макияж там. Она еще, короче, магнитная. Смотрите, очень солидный, очень крутой подарок. Класс. Я стесняюсь. Но прежде чем мы продолжим, я хотела бы показать вам, как я ухаживаю за своей кожей, за своими волосами. Посмотрите на вот это вот алоэ средство от Гарнир. Это просто потрясающая линейка, которая мне безумно нравится. В самом начале я умываю мое лицо, потом беру гель тоник алоэ вера и увлажняю свое лицо и свою кожу. Получается супер. Конечно же, потом я беру вот такой вот красивый алоэ гель. Посмотрите, текстура просто супер. Кстати, очень быстро впитывается и не оставляет никакой липкости. А дальше мой офигительный фаворит. Обязательно использую гиалуроновую алоэ гель сыворотка. Это просто потрясающее средство. Ребят, просто я вам супер сильно его рекомендую. Алоэ сыворотка просто творит какие-то чудеса с кожей, ребят. Я вам честно очень рекомендую обратить на нее внимание. Посмотреть вообще, что это такое. Поддержать, попробовать лучшее средство. Ну и, конечно же, после моего утреннего ухода я начинаю делать себе укладку. Потому что без укладки моя прическа выглядит как-то так. Мне это не супер сильно нравится. Теперь я беру вот такое вот средство гарнир фрукти со скератин. Это просто офигительная штука. Поэтому, чтобы не убивать мои волосы, которые и так достаточно сильно пострадали, я также использую очень клевое средство от гарнира, которое мы недавно узнала. Сейчас я вам покажу. У нее очень удобный формат, потому что легко распылять по всей длине волос. И я использую его каждый раз перед тем, как приступаю к укладке. Подходит, кстати, для всех типов волос, поэтому можете с этим не париться. Средство смягчает, питает, увлажняет и придает сияние волосам. Кстати говоря, восстанавливает волосы за одну всего лишь неделю при использовании. Моя даму, она просит, чтобы не обращались как к ежевике, поэтому это вдвойне смешно, что ты взяла ее ежевика. Офигеть, прикольно. Сажусь сделать макияж, что мне сразу понравилось. Но, конечно, мои подписчики не могут сделать такой дури. Естественно, мне лицо не протирали мцеллярной водой, а протирали ее тоником, что вот важно. Что сейчас делаем? Мы проходим тоником по нашему прекрасному лицу. По увлажняющему. Потом будем наносить блазу увлажняющую. Даже не базу, я буду просто использовать уход увлажняющий, потому что я не сильно люблю много продуктов, много слоев на лице. Но для меня это все равно выглядит как маска. Я сразу ставлю тебе лайк, потому что ты протираешь лицо тоником, а не мцеллярка. И за это тебе просто нужно поставить сразу миллион лайков. В целом, это можно видео закончить. Я, наконец, нашла человека, который не делает эту дрисину на лице. Сейчас максимально наношу бальзам на губы, чтобы они прям напитались. За время, пока мы будем делать макияж, они прям хорошо им будут. Так, сейчас я буду сыворотку возьму с гиалуронкой, которая также питает наше лицо. То есть я не буду использовать специальную базу, я просто займусь хорошим увлажнением. И сияние, чтобы у нас было. Ой, какая приятная штука. Я такое, кстати, не пробовала. Очень популярная. Популярная, да? Надо проверить будет. Прям приятно. Да, она такая охлаждающая, да? Да, да, да. Если волосы нужно убрать, ты можешь спокойно их там чуть-чуть заколоть. Это вообще, типа, как тебе комфортно. Почему вообще люди протирают лицо мицеллярной? Потому что курс Гоа, она ведь и сам за 90 тысяч, говорят тебе, что нужно начинать с макияжа с мицеллярной воды. Да, Гоа, говорит, что надо протирать лицо мицеллярной водой. Все еще Гоа супер, но, да, протирать лицо мицеллярной водой, не знаю, странно очень. После прохождения курса я поняла, почему красят именно так, как они красят во многих салонах. Потому что буквально вот ее тема, что начинаем с мицеллярной. А все из вас знают, что мицеллярку надо смывать. Час тебе напишут, накидают там в комментариях гнева, что ты ничего не шаришь, не понимаешь. И существует мицеллярка, которая не нужна снимать, что, конечно же, маркетинг, но зачем об этом кому-то знать и говорить. Ведь кто-то же сказал в интернете, что мицеллярку нужно использовать для нанесения макияжа. Но то, что средства для макияжа никого не волнует. Ладно, вернемся к Лиане. Ей, кстати, тоже не наносили мицеллярку как базу под макияж. Так, смотрите, какой элитный салон получается. Вот тут спонжи прям самые новые. Достают прям при тебе. Консилер новейший. Консилер с бирками. Лореаль. А кто будет красить меня, кто будет красить Лису? Я буду Лиса, а я... Красить тебя. Хорошо. Привет. Сейчас посмотрим, что сделаем. Как вы думаете, кому из нас больше повезло? Кого будет красить Егор, а кого будет красить Лера. Мне повезло. Ваши ставки, у кого получится лучше макияж сегодня. Давайте немножко вам покину то, что пока мне делали этот макияж, у меня портилось настроение с каждым взмахом кисти. Я когда смотрела на Лиану, она просто сидит, у нее мокрые глаза. Я даже решила, в один момент я патрулю, такая, Лиан, ты что, плачешь? И она смотрит на меня, готова просто меня сейчас растерзать на 10 кусков. Да, потому что человек был неподготовлен, потому что его ждет. То есть я беру телефон, смотрю, каждый раз, а становится хуже. Хуже, хуже, хуже. Но все по порядку, да? Начнем с того, что мне решили заклеить брови. Мы начнем. А брови у Лианы большие, густые. Все косплееры или все люди, которые когда-то делали грим на таких бровях, понимают, насколько это тяжело. И черные. И черные. А мне их решили заклеить и замазать. А мне никогда в жизни никто не заклеивал мои брови и не замазала. В целом, да, идея такая очень рискованная, потому что он все еще черный и брови. И вот как это было. Ты же заклеить мне брови. Ну, я просто думала, тебе не столько, если хочешь. Либо трогай, ладно. Да, можешь потрогать мои брови, это окей. Наноси все, что хочешь, делай все, что хочешь. Мне никогда в жизни не замазывали брови, так что давай замажем. А сколько я потом буду, интересно, это отмывать? Да недолго. Когда мне стали наносить на брови обычный клей ПВА детский, я, если честно, не очень поверила, потому что думала, что это какой-то специальный, и девочки просто рофлят. Тебе не замазывали, да, брови еще ли он? Нет. Мне замазывали. Ну, тебе это раз миллион, наверное, да? Ты сама себе замазывала по-любому. Снимаешь, как меня клеят? Но Лиса сказала, что это окей. Визажи сказала, что это окей, что в 100 раз проверено, никаких реакций не было, и я просто доверилась. Самый лучший, самый дешевый клей-карандаш-канцелярский. Так, Леон, да, тебе начинают запекать брови. Да. Типа пудра, клей, и опять пудра будет? Вообще-то это был фирменный секрет, конечно, но да. Леонид тоже не нанесли, мои косплееры никакой, не клятвился. Конечно. Конечно нет. А где пудра у нас? Идет мне быть без бровей. Но мне было немножко непривычно быть в такой обстановке, да, буду честной. То есть обычно я захожу и такая, здравствуйте, всем привет, это она. А тут я зашла, и я немножко закрылась, потому что я чуть-чуть потерялась, не поняла, как себя чувствовать. Тем временем у Лисы... Короче, все было просто chill, мы реально общались на разные темы, там, не знаю, как она работает визажистом, как все с ней, там дела с клиентами, потому что, ну, сфера, сами понимаете, такая. И как у нее дела с клиентами? Слушай, а у тебя как вообще клиенты есть сейчас? Много, ну просто вот... Клиенты есть, но их очень мало, то есть, если раньше было... Много, то сейчас практически нет, и остались только девочки, которые... Постоянные, да, клиенты какие-то твои там, друзья-друзей, вот так. Да, и я уже тут хотела себе на день рождения сделать подарок, да, что-то хотела купить. Дайсон! Блин, ну почему, почему? Я не знаю, но айфон есть, вроде как уже на него... Нет, просто не знаю, потому что у всех это Дайсон. Я уже сказала... Это удобно, я маму трех детей, мне кажется, это так круто, и не только когда умеешь краситься, ты сама за 15 минут только крашешься, тут еще и с прической, если у тебя поможет помощник такой, это вообще будет... Ой, ты женщина огонь, важно. Ну, ты женщина, да, да, Дайсон, ты будешь женщина огонь, у которой есть Дайсон. Блин, ну да, кстати, с этой вот ситуацией, которая сложилась, и с того, что сейчас вообще туго, мы затянули пояса... Ну, не совсем до Дайсона, конечно. Вообще они до Дайсона, и... Надо придумать, как тебе на этот Дайсон архнезапат. Не подумай. Сейчас наношу базу, вот, кстати, это Clorans с сиянием, такую легкую-легкую, у него такое прям деликатное-деликатное сияние, мы его будем перекрывать легким тоном, и это сияние будет просвечивать прямо через тон, что создаст эффект натурального сияния, да, там здорового цвета кожи. Прикольно, хочу посмотреть, да, как это будет выглядеть. Я тот человек, который любит миксовать и текстуры, и цвет, то есть я подбираю цвет и текстуру, подходящую конкретно по типу кожи, именно смешивая несколько продуктов. Он. Я всегда стараюсь участками работать, то есть я не наношу тон сразу на все лицо, потому что он быстро застывает, и потом переходы видны, ну, то есть... Ну да, я понимаю, чем ты говоришь. Поэтому я люблю по участкам. Ну да, если мы делаем макияж особенно с эффектом сияния, то он такой должен быть, иначе это будет просто выглядеть, как жирный блеск. А как ты вообще к макияжу пришла? Ой, это такая, на самом деле, длинная, но интересная история. Я вообще работала 10 лет в Макдональдсе. В Макдональдсе? Реально. Да. Как ты с щуки просто мне до этого рассказывала? У меня родился первый ребенок, но я оставила институт. А, ты не доучилась, получается. Не доучилась, но я доучилась потом уже на журфаке в Останкино. А, ты на журфаке училась? Я журналист, да. А, понятно. Все ясно. Вопрос от меня звоза на судьба журналистов быть блогерами, визажистами. Я собиралась во второй декрет и начала интересоваться всеми вот этими вот преображениями. Просто начала залипать. Это было, наверное, 2013. А, то есть вот на заре, так скажем, этой социальной сети. Да, и у нас был ассистентский вечер в Макдональдсе, где крутое мероприятие. И, короче, нужно выглядеть на все 1500, потому что там все шишки собираются. О, шишки большие. Очень, да, интересно звучит. Вот, и я должна была быть самой красивой. Я записалась тогда на макияж к медийному одному визажисту. Ее преображение до после просто вызволили у меня какие-то мега чувства. Думала, что это просто нереально, это фотошоп все такое. Короче, я решила проверить. Макияж тогда стоил 4000 рублей. Ну, это было очень дорого на те времена, насколько я помню. Очень дорого. Очень дорого, наверное. Наверное, да, если не больше. Я, короче, откладывала, откладывала, подсобиралась 4000, говорю, все, я пойду на это преображение. Мне очень понравилось, что она со мной сделала. И я начала прям вот смотреть, 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 залипать в этом все. И, короче, я ночами просто перестала спать, потому что я начала смотреть YouTube-блогеров. Все уроки, вот это все повторять. Я просто не могла заснуть до утра, тоже думала, боже, как я хочу повторить этот бирюзовый макияж. Меня же трясет, я не могу. Вот, и постепенно потом девушки ко мне начали приходить, мои подружки, я их просила, ну, типа, вместо моделей. Вот, и всем так нравилось, потом уже начали затеюшку там кто-то, чего-то там надо-надо. Потом на Авито у меня стоил макияж первый 350 рублей. А, это ты сам мастер за 350 рублей. Вот, ко мне, да. Ко мне приходили бабульки всякие, которые с дедульками на свидание. Реально? Да, я с ними так. Класс. Ну, и вот так, короче, потихоньку-потихоньку, потом уже начала пробовать то, и все. И вот, ты сидишь здесь, а я тебя крашу, это обалдеть. Водушевляющая история. Потому что как раз еще я недавно была у нашего мастера по окрашиванию, и он сказал, что было меньше работы, где-то два раза было меньше записи, как раз в период этих месяцов. Но сейчас все останавливается, люди понемногу начинают там приходить в себя и записываться больше. Такое я себя еще никогда в жизни не видела, конечно. Я себя уже такое видела, поэтому я не пугаюсь. Я пугаюсь. Это нормально. Это прям... Это ты еще сидишь с волосами, а иногда ты сидишь в шапочке от парикальта. Да, в шапочке от парикальта. У меня еще настолько прямые зализные волосы, что как будто бы я без них, знаешь, так что... Реально больше офигевала, на самом деле, да. Я очень сильно орала с теми блока, я на него смотрела, потому что я в целом понимаю, что когда делают косплее макеёж, особенно когда сложные, заклеивают брови, выглядит очень стрёмно. Я не понимаю просто, что тут происходит. Просто я сейчас подумала, это так мило, что абсолютно незнакомые люди принимают нас в себя в гостях, мы сидим у вас дома, вы нас красите, своей косметикой, выделяете свое время, купили тортик. Это так мило. Ну, вообще, на самом деле, мы любим тебя в чуме. Любите незнакомых людей приводить в гости? Да. Используют просто гигантское количество косметики, потому что буквально твоя задача перерисовать с одно лицо на другое. И да, в процессе, пока ты полностью не готов, это выглядит очень стрёмно. Я вижу просто Лиану, Лиану, которая плачет. Я хотела тебе показать, но у меня нет момента, когда я его удалила. Это так странно. Да. Вообще, я же все голый, да, такой? Не то, что голый, просто такой некрасивый. Типа, это так непривычно. Чистый рик. Хотя, ну, я считаю, что все люди красивые, наверное, даже с таким макияжом в целом, почему нет? Я бы... Хорошо, что я сейчас себя не вижу, а вы меня видите. Нет, я бы пугалась, но мне делают абсолютно по такому же принципу косплей и макияж, поэтому меня это вообще не смущает уже никак. Нет, я знаю, что получится хорошо даже. Да, конечно, хорошо. Она молчит почему-то, Лер. У меня всегда хорошо получается. Все. Как бы, да? Надеюсь, что я не сломаю твою систему и будет хорошо. Лиану хотела подружиться с косплеерами, познакомиться наконец-то. Да, я хотела познакомиться, это правда, и было интересно. Долго вселенная исполняла мое желание, вот исполняла. Прикольно. Зовите нас в гости, короче, мы приедем с Лисой. Лен, почему у тебя слезы в глазах? Или мне кажется... Ты вообще видела меня сейчас? Я на тебя наорала. Офигеть. Не знаю. Я не знала, что у меня слезы в глазах. Я вижу просто Лиану, которая плачет. Я пытаюсь найти ей мои какие-то фотографии, там, с моей фотосессии, где меня тоже ребята косплееры красили. Лиан так говорит, нет, ты здесь выглядишь нормально. Да, конечно. Потому что ты нашла фотографии, где тебе уже нарисовали брови. И ты была, типа, чуть-чуть сделана в глазах и в линзах. А я была в процессе, где у меня было выбелено лицо, заклеены нахрен брови, и это становится хуже. Я смотрю на это. Такая вот техника макияжа, ребят. Реально выглядишь, как больной ублюдок. А не как чел, который хочет выглядеть, как больной ублюдок, но по факту он выглядит, как фэнси. Я пока максимально могу стартобрать, потому что однажды я пробовала сделать это сама, и у меня получился адов кринж. Но вы видели, я вам уже показывала. Очень непривычно. То есть вы в зеркало привыкли видеть себя в одном виде, да. А тут вам заклеивают брови целиком, еще у вас белые абсолютно глаза, и ты смотришь, как будто на твоем лице только щеки. Щеки супер, классно. И такой еще белый-белый, который ты никогда не делала. Да, белый-белый-белый. И я думаю, ладно, все нормально, будет лучше. Беру камеру хуже, беру камеру хуже, хуже. И я такая, ну все. Такого контурного лица я никогда еще не было. Я даже, ну, чтобы вы понимали, я пока не вижу, потому что мое лицо меняется со скоростью света, и я не успеваю следить за процессом. То есть по факту это сейчас просто как бы как на чистом листе на моем лице рисуешь, да? Да. Это было, конечно, очень-очень неловко, да, но что ж. У меня, когда я села делать себе свой образ, я сразу вижу косметику, которую я узнаю, то есть у нее действительно очень дорогие бренды были представлены, очень профессиональные бренды, все те же самые палетки, которые есть у меня. На самом деле мы очень много общались с Ежевикой на тему макияжа, на тему бейзажистов, она рассказывала очень интересные, но не совсем позитивные вещи о том, что сейчас очень тяжело было продвигаться, и если раньше в запрещенной социальной сети было все достаточно легко и очевидно, ну как легко и очевидно, относительно, то сейчас вообще непонятно, что делать, и вот большинство специалистов сталкиваются с этой проблемой. Телеграмм на ВКонтакт личная страница, ВКонтакт сообщества. Это правда. Вот это вот все, и как бы ты просто выгораешь уже, ну как бы ты не понимаешь, ты распыляешься на все подряд, и не понимаешь... А толпы пока не особо много, и не пытаюсь с этим делать. В каком одном направлении двигаться-то вроде там и там, а потом уже приходит горечь осознание того, что никогда ничего не работает, и на хрена мне все это надо. Вот ты визажист, да, то есть ты же специализируешься не на том, что тренд там липсинги снимать, вот эту вот всю ерунду, ты именно визажист. И как бы, ну, ты через свои социальные сети, получается, продвигаешь свою работу. Ну и, как лично мне кажется, то есть получается такая ситуация, что даже если там условно 100 просмотров сейчас, да, то это 100 человек, которые потенциально могут быть твоими клиентами. Ну, в отличие, грубо говоря, от крупных блогеров, у которых там, ну, тысячи просмотров, даже 10 тысяч, 20 тысяч ВКонтакте, они просто разлетаются на непонятную аудиторию, и они, кроме как, ну, цифры ничего не дают. Ну, то есть рекламодатель, наверное, все равно сейчас никто никуда не приходит. А у тебя, получается, может быть клиент. Да, я думала об этом, кстати, совсем недавно, что вот даже эти, там, 25 просмотров, да. Это же, по сути, 25 человек клиентов. Ты понимаешь, что такое 25 человек клиентов? Это целый месяц. Да. Да, я думала об этом тоже вчера. Но, опять же, как найти этот продукт? Как не распыляться? Как пойти так, чтобы был результат? Ну, я абсолютно понимаю, о чем ты говоришь, но ты знаешь, если ты будешь как-то продвигать это все через свой личный бренд, то есть вот сделаешь что-то узнаваемое. Просто почему я в этом сейчас подумала? Ну, а вот я прихожу, тут все сиренево, как минимум, да. Вот, у тебя везде твои вот эти брендированные штучки. У тебя буквально даже палетка, на которой ты размешивал тон, там, на ней написано ежевик. Ну, то есть я уже точно никогда не забуду, что ты ежевик. Я думаю, все, кто смотрит этот видос, они тоже такие, все, ну, как бы, ежевика, все, с этим уже ничего не поделать. И мне кажется, что если ты будешь развиваться именно как вот визажист, будешь вести целевой блог, да, и показывать свои, там, образы, какой-то свой стиль, люди, они тебя запомнят. Ну, и... Ну, опять же, они меня запомнят, ну, как я вижу. Так, у нас вот такие вот брои получаются. Так, у нас вот такие вот брои получаются, серые, пушистые. Слушай, карандаш, кстати, очень хороший, потому что он вообще не рыжит. Можем посмотреть? Это лиг вообще обалденный. А, это лиг. У меня в бьюти-боксах и лиг были. Но вот этот цвет просто, господи. Причем, знаешь, в упаковке он как будто бы кажется таким коричнево, ну, вот прям как будто он рыжеватый, да. Кто-то по знаку зодиака. Болезницы. А, ну все, у меня просто, мне сразу понятно. А ты что, тоже? Нет, я водолей. А у меня муж водолей. А ну, я водолею все отдалай, не о чем не жалею я. Ты увлекаешься вообще астрологией? Больше, да, чем нет, и в последнее время даже больше как-то. Ну, больше времени появилось свободно, опять же, за счет того, что клиентов, да, не так много... Так, у меня появилась идея, все, я выключаю камеру, я тебе потом отдельно скажу. Пока я придумываю идеи для яжевики, социальный опрос для вас. Кто ты по знаку зодиака? У нее вроде как, ну, достаточно неплохо, могло быть, конечно, и лучше, но в целом мы пришли к выводу, что взрослые дела сейчас идут хуже, чем у тех, кто делает маникюр. Но я ей сказала, что скоро как бы сезон выпускных, сезон свадеб, поэтому она любит делать яркие макияжи, в общем-то, на этом специализировать. Поэтому как бы я думаю, что у нее все будет достаточно хорошо, потому что... Прости, что ты тебя перебила? Говори. Потому что я молодец. Ну, типа, объективно, знаете, очень чего, время пролетело, меня быстро накрасили, у меня был тоже достаточно сложный образ. Это что у тебя тут? Это каскад, просто он настолько хорош, что я всегда его стачиваю до беспредела. А, это твой любимый, да, карандаш? Да, он мягкий, он мягкий, он мягкий, он мягкий. Хорошо, тянется. О, вижу палетку Beauty Bay. Абсолютно уважаемая палетка. Очень классная. Тоже нравится. Так, вижу розовый, вижу белый. Почти все время смотрю вниз, но вижу, что, наверное, будет красиво. Это у нас какие-то розовые смоки будут или что? Нет. Как-то будет еще один цвет. Интригует, что меня, конечно, максимально. Смотрите на него. Если честно, у меня вообще ноль идей. Что это может быть? Мне такое ощущение, что ты маску, знаешь, какую-то сейчас будешь рисовать. И я думала, что вот все так плохо, но вот до самого конца, до самого-самого конца, я уже думаю, что мне делать? Что мне делать? Я же не смогу брать на камеру, что мне все нравится. И я не смогу сказать людям, типа, знаете, вы сделали херню, которая мне не нравится, потому что мне не нравится. Потому что это подписчики личные, это очень неудобно приходить к людям и засирать людей. Да, все еще не круто. Пришло такое про. Да, да, да. Интересно, что получится в итоге. Да. Потому что я сама понятия не имею, что мы делаем, какой референс, у нас нет какой-то фотографии, по которой мы делаем макияж. В этом-то, мне кажется, и вся суть какая-то вот косплея. Мне еще безумно интересно, какие ты будешь рисовать мне губы. Да, мне тоже. Я специально помаду купила. А какой цвет будет? Лена, как розочка. Нежная. Не нежно-розовая, а какой-то розочкой. Тебе не хочется голубые тени поднять, типа, до розовых бровей? Нет? Лена, и я там хочу больше другим. А, все, понял, хорошо. И меня докрашивают, надевают на меня парик, и я смотрю в зеркало, и мне нравится. И я такая... Так, вот Лена на самом конечном этапе финала. Слушай, проголодались очень. На самом деле, наверное, я не очень правильно поступила, не предупредила Лену о том, что действительно макияж, когда ты делаешь косплей, даже не столько макияж, что больше как грим идет, особенно если образ сложный, с полностью, там, не знаю, переделыванием лица, его архитектуры, вот этого вот всего. Действительно, обычно это выглядит очень стрёмно, пока образ на 100% не завершен. Ну, блин, потому что такая специфика. И я вижу, что она очень расстроена, но также я понимаю, что абсолютно все нормально, и я точно знаю, что ребята супер хорошо красят, потому что я видела миллион их работ. И я просто жду момента, когда она посмотрит на себя в зеркало и сможет сказать, блин, меня реально клево накрасили, потому что я в этот момент реально очень сильно стала переживать. Ну, просто потому что человек был неподготовлен. Надеюсь, вам заделут макияж, который вы сейчас увидите, когда ей наденут парик. Что? Как это могло произойти? То есть буквально, когда мне доделали последние штрихи. Надевание парика. На деле парик. Мне понравился образ. Он показался таким клевым. Я бы пошла так обязательно куда-нибудь тусить, но меня не узнал никто. Не, Лен, тебя вообще никак не узнать. Парик, конечно, вообще сильно все меняет. Да. Надень чокер вот эту. Я тебя вообще не узнаю. Буквально никто, по-моему, показал в фотографии. Мне сказали люди, что если бы они увидели меня бы на улице, они бы меня ни за что не узнали. Причем мы даже купили этот парик, потому что он очень клевый. Да, Леонид ушел в парик, мы его, естественно, забрали себе. Как же без этого? С посвящения все еще. Честно, пока на меня не надели парик, я думала, я расплачусь. Я видела, у нее реально были слезы. Ну, посмотрите, какая она кукла сейчас. Да. Я думала, что я расплачусь, я смотрела на себя каждый раз через камеру телефона и думала, ну, о чем мне говорить-то? Я не могу сказать что-то плохое, потому что, ну, как бы не хочется. Мы же к ребятам в гости приехали, они не делают макияж на заказ. Но когда мне закончили макияж и надели парик, круто, мне очень нравится. Я, господи, я так рада, я так переживала, что будет какая-то хрень. Простите, ребята. Когда дело дошло до макияжа глаз, я просто сказала, делай вообще все, что хочешь. Вот любую свою идею, что в голову придет, давай это сделаем. Вот. Единственное пожелание было, чтобы использовался голубой цвет. Ну, типа под волосы. Сейчас, знаете, мне прям нравится использовать голубые тени. И что ж, давайте посмотрим, что получится. Мне так классно сейчас. Да? Да. Ну, так как-то... Как будто знакомый тысячу лет. А утром было так страшно. Волнялась. Волнялась, да? Ну, да, ты говорила, что волнялась. Очень, да, очень. Я в зеркало смотрю, мне вообще отлично. Получается очень прикольно. Есть такое макияж не делала. Мне прям очень любопытно что-то получится. Жаль, мне все не, знаешь, там, тебе не иду в какой-нибудь клип снимать. Ну, я и хотела сделать что-то такое, чтобы необычное жизнь не сделала, тебе просто стрелки черные. Ну, да, в общем, все прошло реально суперчилл. Я, как обычно, довольна, все считаю, что мои подписчики лучшие. Вот, твой макияж мне тоже очень понравился. И свой макияж у этих ребят мне тоже очень понравился, о чем вы увидите в следующем видосе. У меня красивый Егор. Егор, конечно, вообще круть. Но больше всего было смешно, потому что у него рост 2 метра. Он вот на таких каблуках, реально просто чел 2,40, и ты такая Ох, Йони-чан. Это реально было очень контрастно. И я такая смотрю, что делай, будешь ли в Алису? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. И себя. Ну, слушай, ну, давайте посмотрим. Ну, красиво-крусиво получилось, конечно. Вот этот вот глаз такой хайповый, прям выглядит прикольно. Да, круть. Глаза, конечно, прям... Уф! Кошки. Да, очень красиво. Напишите, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы меня на улице, если бы вы видели с тем, как с твоим макияжем пришло бы вам в голову хотя бы на секундочку. Что это могу быть я или нет. Мне кажется, Лису вы, скорее всего, узнали бы. А, меня? Меня? А, все-все. Да, может, узнали бы. Мне кажется, может быть... Но это парика была. Потому что была без парика хотя бы. Да, я ищу париков, но там, конечно, вообще по-другому. Надо быть как-нибудь... Что-то хотела сказать, что надо как-нибудь сделать видео, где ты меня красишь, но она не хочет меня красить. Нет, все, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Bye. Bye.